Всем привет! Сегодня мы посмотрим на новую Full HD маску от компании EACHINE. Модель называется Goggles 2. Маска обладает 5-дюймовым Full HD монитором, видеоприемником на 5,8 ГГц, 40 каналов. В комплекте есть антенны, аккумулятор, то есть маска максимально подготовлена к использованию уже из коробки. А сейчас давайте откроем коробку, посмотрим, что внутри. В коробке мы находим сам шлем и достаточно много различных аксессуаров. Здесь у нас есть две антенны. Одна антенна у нас панельная. Вторая клеверная. Разъем на антеннах у нас РПСМА. Ставим их сразу на место. Дальше мы находим комплект запасных подкладок для лица и для носа. Один комплект уже установлен на маске и второй у нас есть запасной. Очень круто. Такое не во всех масках встретишь. Здесь у нас HDMI кабель. Он нам нужен для подключения маски к любому устройству, которое имеет HDMI выход. Это может быть ваш компьютер, ноутбук или видеоприемник. Очень классно, что он входит в комплект. В комплекте у нас есть аккумулятор, литиполимерный, двухбаночный на 2200 мАч. Его хватает примерно на час работы маски и заряжается он за столько же. Здесь у нас салфетки для блинзы. Здесь у нас липучка, чтобы можно было приклеить аккумулятор к маске. Здесь у нас аналоговый видеокабель. С его помощью мы можем подать на маску аналоговый видеосигнал. Еще в комплекте у нас есть зарядное устройство, для того, чтобы можно было зарядить аккумулятор. И последнее, что мы находим, это инструкция. Она иллюстрирована на английском языке, и разобраться в ней не составит труда. Вот сама маска. Корпус ее изготовлен из пенопласта. Она достаточно легкая, несмотря на свои большие габариты. Длина составляет 229 мм, ширина 170 мм и высота 166 мм. Весит маска с установленными антеннами и аккумулятором 450 грамм. И это очень немного для такой большой маски. Вот, например, маска E-Chine VR-D2, которая в два раза меньше. Весит 485 грамм. То есть на 35 грамм больше. Так что, благодаря использованию пенопласта, удалось значительно снизить вес. Спереди мы видим отверстие для пассивной вентиляции внутренности маски. Здесь есть наклеечка с названием модели. Левая сторона маски у нас ничем не занята. А все органы управления и разъемы разместились у нас с правой стороны. Здесь у нас есть HDMI-разъем, разъем для наушников и аналоговый видеовход. Здесь у нас кнопка для автоматического сканирования каналов, переключение между видеовходами, HDMI, аналоговый видеовход и видеоприемник. Здесь кнопка входа в меню и кнопка плюс-минус для перемещения по меню. Здесь у нас мягкая подкладка для лица. Внутри мы видим линзу и 5-дюймовый Full HD монитор. Как вы видите, монитор у нас расположен достаточно далеко от глаз и при использовании маски не доставит вам дискомфорта. Линза у нас зафиксирована и не регулируется. А сейчас давайте подадим питание на маску, посмотрим какая у нее картинка. И сначала давайте зайдем в меню, посмотрим что мы можем здесь настраивать. Чтобы зайти в меню, нажимаем на среднюю кнопку Enter и для перемещения по меню используем вот эти вот две кнопки, плюс и минус. Вот мы зашли в меню. Здесь мы можем настроить подсветку, яркость, контраст, насыщение. Дальше можем выбрать стандарт камеры, которую мы используем, PAL или NTSC и задать канал приемника по умолчанию. Дальше можем настроить отображение меню. Здесь мы можем выбрать язык, у нас есть несколько языков на выбор. Вот они все. Дальше мы можем выбрать размещение этого всплывающего меню. Выбрать время, через которое меню будет у нас исчезать. А также можем выбрать его размер и прозрачность. Дальше мы можем откатиться к заводским настройкам, выбрать соотношение сторон 16 к 9 или 4 к 3, активировать оверскан и настроить четкость. И в последнем пункте меню мы можем отрегулировать громкость. Это все настройки, которые нам доступны в маске. А сейчас давайте включим видеопередатчик и попробуем заценить картинку. Для автоматического поиска канала нажимаем первую кнопку и держим несколько секунд. Вот у нас началось сканирование. Нужный канал успешно найден. Вот у нас уже есть картинка. Ну что, картинка в маске смотрится шикарно. За счет большого разрешения и того, что монитор находится на большом расстоянии от глаз, пиксели разглядеть здесь невозможно. Картинка очень четкая и понятная. Сейчас сравню картинку со шлемом VR-D2. Да, конечно в Full HD шлеме картинка намного четче и лучше выглядит. По сравнению с маской с разрешением 800 на 480. После этой маски, конечно, уже на такую возвращаться не хочется. Также эта маска намного удобнее. За счет большого размера она отлично прилегает к лицу, плюс есть упор сверху, который добавляет удобства. А трехточечный ремень отлично фиксирует маску на лице. Так что от маски пока что я в восторге. Думаю, что это будет моя новая основная маска. Благодаря HDMI-разъему ее можно подключать к компьютеру и использовать в авиасимуляторах. Например, в гоночном симуляторе DRL. Также доступными становятся Full HD видеопередатчики и приемники. И скоро будет обзор на один из таких комплектов. А на сегодня все. Ссылка на маску будет в описании под видео. Спасибо всем за внимание и до встречи в следующих обзорах.